Ай, что на Новый Год наша мама снова ждёт? Папа злой. Узнал, что Ай, наш сосед дядя Федот. А теперь про всех. Папа, у меня талант. Мама гениальная. Я у бабушки живу. Она одна нормальная. В своё время Карину Звереву сделал популярный образ, которым она начала странную карьеру в программе «Аншлаг». Артистка появлялась на сцене в роли непосредственной девочки Ляли, выдававших, как на духу, все тайные семьи. Немалую роль в карьере девушки сыграл её первый муж, юморист Геннадий Ветров, с которым она прожила 14 лет. Но маленькая Ляля давно выросла. Сегодня Карине Зверевой уже 44 года. Она развелась с мужем и создала не только новый образ, но и ещё новую себя. Геннадий Ветров впервые увидел Карину ещё в то время, когда она была студенткой факультета менеджмент шоу-бизнеса Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Он приехал в ВУЗ проводить какое-то мероприятие, а Карина, как участница в художественной самодеятельности, показывала пародийный номер. Правда, в образе Филиппа Киркорова она его совершенно не впечатлила. Но спустя всего несколько дней они снова встретились, и в этот раз юморист смог в полной мере оценить внешние данные Карины. Когда же девушка согласилась дать ему свой номер телефона, он записал её как «Карина, красивая девушка». Правда, позвонил он ей лишь спустя полгода, когда вернулся из длительных гастролей. В тот момент Карине было 19 лет, он же был двое старше её. Квитров пригласил её сняться в мемористической программе, которая так в результате и не вышла. Зато у него была возможность познакомиться с девушкой поближе. Позже Карина признаётся, когда они начали встречаться, Геннадий не оказался ей таким уж привлекательным. За ней ухаживали гораздо более успешные и симпатичные молодые люди. Но она мечтала работать на эстраде и рассчитывала, что Геннадий поможет ей пробиться. Правда, она и сама не заметила, как любилась. Родители девушки поначалу были категорически против этого романа. Мама даже звонила несколько раз Геннадию, требуя оставить её дочь в покое. И они расстались на целую неделю. Правда, Карина проплакала все семь дней и почти перестала есть. В виде страдания дочери мама сдалась, а летом 1997 года Карина Зверева и Геннадий Ветров стали мужем и женой. Карина и Геннадий переехали из Питера в Москву, прошли через множество трудностей, снимали комнаты в коммуналках, но были счастливы вместе и старались с ней расставаться. Как говорили супруги в одном из своих интервью, даже несколько часов разлуки заставляли их скучать. В тот период Карина даже отказалась от предложения стать участницей группы «Бестящие», где она должна была занять место ушедшей Жанны Фриске. Выбор пользы семьи дался Карине нелегко, но она всё же пропакав два дня, ответила отказом. А Геннадий, оценив жертву супруги, стал придумывать для неё номера, с которыми она могла бы выступать в аншлаге вместе с ним. Но годы шли и вдруг оказалось, что они очень разные люди. В их жизни гармония была только в творчестве, а в быту наступил какой-то непроходящий диссонанс. Карине хотелось движения, катания на роликах, скоростей, Геннадий же предпочитал закрываться дома и сочинять. Разобщенность интересов и отсутствия общих увлечений привело пару к разводу. К тому же детей у них не было, о чём, кстати, Карина позже сожалела. Геннадий Ветров и Карина Зверева расстались, но сохранили очень тёплые отношения. Бывший муж и жена продолжают общаться, их дети знакомы друг с другом. В отличие от Геннадия Ветрова, который спустя три года после развода снова вступил в брак, Карина Зверева официально замуж так и не вышла. На протяжении нескольких лет актриса жила вместе с фитнес-тренером Рафаэлом Усеиновым, от которого в 2017 году родила сына Эрнеста. Она старается не афишировать свою личную жизнь, но в 2019 году в одном из своих интервью сказала о том, что ей совершенно некогда ходить на свидание, всё время занимает работа и сын. После родов Карина Зверева очень быстро пришла в форму. Она всегда была очень активным человеком, ей нравилось выглядеть привлекательно, но после того, как на свет появился сын, она стала ещё больше времени уделять правильному питанию и спорту, поэтому вскоре смогла похвастаться поистине безупречной фигурой. Чтобы добиться совершенства, актриса сделала мамопластику и уколы красоты. Надо сказать, что в свои 44 года Карина выглядит значительно эффектнее и моложе, чем годы работы в аншлаге. Артистка сегодня очень востребована, причём её таланты довольно разносторонние. Она танцует и поёт, выходит на театральную сцену, снимается в клипах и в кино, пишет стихи и принимает участие в фотосессиях, иногда довольно откровенных. В 2018 и 2019 годах она входила в топ 100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала «Максим». В целом она вполне довольна жизнью. Правда, она призналась однажды, что Геннадий Ветров был самым благородным мужчином в её жизни. Она сама стала инициатором разводов, но сейчас объясняет это не иначе, как каким-то гормональным сбоем, наступившим в её 30 лет. Но ни о чём, что происходило в её жизни, она не жалеет. И готовая дальше покидывать свою зону комфорта, чтобы выйти на очередной новый рубеж своей жизни. В отличие от Карины, Зверевой и Геннадия Ветрова, другим известным гемористам Елене Степаненко и Евгению Петросяну, не удалось после развода сохранить даже видимость нормальных отношений.